Друзья, всем привет! С вами Айман Искараева, юрист в Дубае, основатель компании Iskaraiv & Partners. В этом видео я сегодня с вами поделюсь очень важной, полезной информацией для бизнесменов, что такое TRN Number, Tax Registration Number, что это означает, для чего его нужно вам иметь и в целом, как его проверить, если вы в целом сталкиваетесь с работой с бизнесменами. Подписывайтесь на этот YouTube канал и смотрите это видео до конца. Итак, друзья, Tax Registration Number, его имеют не все бизнесмены, сразу определимся, что его имеют только те, кто встал на учет. Для чего вам нужно регистрационный номер налогоплательщика, если переводить на наш язык? Он необходим для тех, кто встает на учет, на налог на ВАД. ВАД – это налог на добавленную стоимость, проще говоря, НДС – это для тех, кто как бы ведет бизнес в Объединенных Арабских Мирах и является плательщиком НДС. Друзья, не все компании являются плательщиками НДС. Для того, чтобы понять, относитесь вы, не относитесь к плательщикам НДС, приходите на консультацию отдельно, мы посмотрим ваши инвойсы, ваш вид бизнеса, деятельности и вам сообщим, проконсультируем вас, нужно ли вам вставать на налоговый учет. Для тех, друзья, кто уже является плательщиком НДС, который был введен в 2018 году в Эмиратах и составляет 5% от валового оборота компании, когда вы платите ежегодно 5%, это то, собственно, тот налог, интересный налог, кстати, друзья, который отличается от корпоративного налога, который у нас сейчас только его внедрили. Только сейчас вы теперь будете иметь второй налог. Помимо ВАТ НДС у вас будет корпоративный налог, но эта тема видит только о ТРН. Для чего нужно иметь ТРН и где его используют? Бывает, что в международных контрактах ваши контрагенты могут просить, но в целом ТРН, регистрационный номер налогоплательщика, используется для того, чтобы вы указывали его в своем инвойсе, друзья. Второе, это когда мы говорим о кредитноутах, и третий момент, это когда вы хотите возврат своего НДС 5%, вы же знаете, да, что есть там возврат, основание, ну, отдельно, в общем, долгая история, если придете на консультацию, отдельно вам расскажу. И четвертый метод, когда вы используете ТРН, свой номер, это когда вы выставляете непосредственно клиентам в инвойсах, вам нужно будет, чтобы они могли идентифицировать, что вы плательщик НДС. Кстати, очень важный момент. Если вы не являетесь плательщиком НДС, но, однако, какой-то номер, да, фейковый, поддельно используете ТРН, что-то от себя чину какую-то указываете, это преследуется по закону. Это является серьезным нарушением, это подделка инвойсов, поэтому, друзья, с этим очень аккуратно. Друзья, для чего нужно ТРН-намбар? Это как нам поясняет правительство, как нам разъясняет закон, это нужно для того, чтобы в первую очередь идентифицировать. Бывают случаи на практике мошенничества, когда люди выставляют 5 процентов, а этот налог платит клиент. Это налог, собственно, не на бизнес, это налог на клиента, на получателя услуг, товаров и работ. Соответственно, есть компании, которые не являются плательщиком НДС, однако, таким образом, вводят в заблуждение своих клиентов и начисляют 5 процентов НДС. В этой связи любой плательщик НДС имеет ТРН, а любой, кто является получателем услуг плательщика НДС, который оплачивает этот 5 процентов, то есть время оплаты лежит на получателе услуг, работ, товаров, имеет возможность проверить по номеру, это официально открыто на сайте FTA, можно проверить, является ли компания действительно имеет ли она такой идентификационный номер регистрации налогоплательщиков. Итак, друзья, на сайте FTA, это Federal Tax Assority, у вас есть возможность проверить легальность ТРН номер отдельного налогоплательщика, который выставляет вам инвойс. Также, друзья, очень важный момент, что если вы обнаружили, что некая компания поддельно пользуется номером, можете, в принципе, об этом заявить по номерам 600 599 994, либо, соответственно, по имейл-адресу, который будет у меня здесь внизу указан. Ну, это для тех, кто прям хочет пожаловаться, хотя эта информация есть на сайте Federal Tax Assority. Как встать на учет и получить себе Tax Registration Number, это тема отдельного видео, здесь коротко скажу, что здесь нужно собрать пакет документов, в том числе, который подтверждает, что вы являетесь плательщиком налога на добавленную стоимость, туда приложите инвойсы ваши, сделки в будущем, откуда у вас поступления идут, полностью весь пакет документов нужно будет приложить. Если хотите более подробную информацию, приходите на консультацию, более подробно расскажем. Ну, и в целом, на сайте FTA эта информация тоже имеется, если вы хотите, можете ознакомиться на английском языке, правда, имеется, либо идите консультироваться с любым налоговым или бухгалтером в Объединенных Арабских Эмиратах. Это была, друзья, основная информация по тому, что такое CRN Number. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео, пишите в комментариях свои вопросы. С вами была Айман Яскараева, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok